Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста книга Исход 1.10, мы зададимся следующим вопросом. Кого решил перехитрить фараон, евреев или их Бога? Давайте вспомним эти слова. Да, книга Исход, 1 глава, 10 стих. Это речь фараона, который был напуган тем ростом населения, еврейского населения в своей стране, когда они буквально воскишили, их стало столько много, что в оригинале там стоит слово, которое можно перевести как «воскишение». И фараон произносит следующие слова. «Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями и вооружится против нас и выйдет из земли нашей». Надо сказать, что когда мы работаем с оригиналом, там очень трудно бывает понять в некоторых местах, кому обращается то или иное слово. Например, «перехитрим же его» может относиться к Моисею, может относиться к целому народу, а почему-то да, единственное число – его. Когда евреи жили сплоченно, то есть соблюдали принципы соборности, Бог всегда говорил о них как о едином народе, используя единственное число. Но перехитрим же его, эти слова могут относиться и к Богу. А далее, чтобы он не размножался, это, конечно же, относится к еврейскому народу, иначе, когда случится война и так далее. О чем речь? Древние экзегеты считали, что фараон решил перехитрить Бога. И книга «Исход», 1 глава, 22 стих, мы находим такие слова. «Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря, всякого новорожденного у евреев, сына, бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». А почему в реку? Почему в реку? Немножко непонятно. Есть древнее предание о том, что фараон по этому вопросу сначала посоветовался с жрецами Египта, о них мы знаем из Писания, что они были мудрецы. И фараон держал совет, как бы так поступить с этим народом, чтобы перехитрить их Бога, сделать зло этому народу, но так, чтобы их Бог не смог бы за это отомстить. И мудрецы египетские сказали, мы знаем, что их Бог наводил потоп на этот мир, и Он сказал, что больше никогда не будет такого потопа. Поэтому все, что связано с водой, Бог евреев уже сказал, что никогда это не повторится. Поэтому лучше всего топить в воде, как топят маленьких щенят или маленьких котят. И фараон, и его жрецы, и его слуги, они были уверены, что это очень мудрое решение, что они перехитрили не просто Моисея, не просто целый народ, а их Бога. Но мы знаем, что Бог поругаем не бывает. И давайте вспомним, о чем говорится далее. Это книга «Исход», 14 глава, 23 по 28 стих. «Погнались египтяне, то есть за евреями, и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его». Почему же они вошли в середину моря? А потому что море раступилось и стало стеной с одной стороны и с другой. Они сами вошли в середину моря, ведь они были уверены, что они перехитрили Бога. «И в утреннюю стражу возрел Господь на стан египтян из толпа огненного и облачного». И они это увидели, потому что далее говорится, «и привел в замешательство стан египтян и отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом». Там ил на дне, колеса как бы потеряли свой смысл. «И сказали египтяне, побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян. И сказал Господь Моисею, «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря, и вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараона. Вошедших за ним в море не осталось ни одного из них». Итак, эти люди хотели перехитрить Бога. И они знали, что в этом мире действует закон, мера за меру. И тот, кто кого-то сжег, он должен сам бояться огня. Тот, кто кого-то утопил, он должен бояться воды. А тут было как бы удобное стечение обстоятельств. Сам бог Авраама Исаака Иакова сказал, что потопа не будет такого, как во дне Ноя. И они с полной безопаской за себя швыряли еврейских младенцев в воды Нила, в мутные воды Нила. А потом, когда они погнались за евреями, они увидели, что море раступилось, это уже не вода, это, скорее всего, было болото. Зашли туда, завязли, и потом воды обрушились на них, мера за меру. И если мы узнаем о беде какого-то человека, что Господь наказал какого-то грешника, то по характеру наказания можно понять, за что Господь это сделал. Потому что действительно, мера за меру. Но мы не сможем никогда перехитрить Бога. Мы должны преданно служить Ему. И те язычники, которые думают перехитрить христианского Бога, изгнать его из современной Европы, они ошибаются. Такие попытки делались и раньше. Самая серьезная попытка — это захват власти в Западной Европе Наполеоном, который считал себя полубогом и как бы подчинял себе и религию, и политику, и светскую жизнь, и все, что можно. Финансы, ресурсы, народы и племена. Но под конец он оказался на небольшом кусочке земли, остров, где и окончилась его жизнь. То ли его отравили британцы, то ли он сам умер от отчаяния, тоски и скуки. Мы помним противника церкви Никита Сергеевич Хрущев, который говорил, что он покажет последнего священника по телевидению, а через некоторое время он сам пропал с телевидения, больше его никто не видел. Он жил на даче в очень ограниченном пространстве, ведь он организовал тотальный контроль за церковью. Во дни Хрущева был тотальный контроль за церковью, а Бог наказывает людей и их грехами. И был такой тотальный контроль за самим Хрущевым, что он не мог спокойно сходить в туалет. Его близкие вспоминали, что иногда, находясь в таком месте, из-за сбоя техники он слышал, там люди переговариваются. Бог — это неодолимая сила, Бог — это неодолимая правда. Как было сказано гонителю Савлу, трудно тебе идти против вражна, мир никогда не сможет перехитрить Бога. И Христос говорил, «Я создам церковь мою, и врата ады не одолеют ее». И сколько бы раз не пытались со времен фараона врата ада обхитрить Бога, обойти Бога, они обходили самих себя, гибли. И от этих огромных империй, царств, ничего не осталось, кроме незначительных памятников, которые разрушаются от времени, песка и праха. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о наших беседах. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...